Море шумит грозной волной, чайка летит рядом со мной, что ж вы друзья приуны... История ее возникновения. Игра создана украинской студией Action Forms. Студия с довольно-таки известным прошлым. Всегда работала в жанре шутеров от первого лица. У них есть такие игры, как вышедшие, по-моему, в 97-м году, если мне не изменяет память. Не изменяет, говорю, не изменяет игра Chasm. Это такой был один из первых навороченных трехмерных шутеров от первого лица. Еще, напомню, до выхода Half-Life, допустим. Потом они выпустили довольно-таки неплохой шутер VVSector. Там надо было воевать с животными, короче говоря, прямоходящими, с имплантированными пулеметами и тому подобное. Ну, бредово было, но играть было довольно-таки забавно. И вот после этого еще вышло... Ну, никогда еще другие, конечно, игры были, но тем не менее. Про другие игры я не слышал. Чисто как-то меня не прошли. Тем не менее, в общем, у студии довольно-таки богатая история по играм этого жанра. Но что нас ждет тут? Я знаю, что это хоррор. Мне его очень много советовали, поэтому я решил за него взяться. Сейчас мы с вами узнаем. Давайте нажимаем на новую игру. Что, кстати, характерно? Это лицензия и... Игру я только что установил, но уже можно нажать продолжить. И там загрузится какой-то непонятный сейв. Это странно. Но мы начнем новую игру. Выбора сложностей нет. И ладно, в принципе. В принципе, с одной стороны, это хорошо, потому что если в игре фиксированная сложность, то не будет, во-первых, диких сложностей, но, во-вторых, конечно, может быть и очень легко. Учитывая, что студия практически отечественная, я до сих пор воспринимаю Украину как часть нашей страны, вопреки всем политикам. Потому что там очень много моих знакомых и все очень хорошие люди. Это отечественный продукт, соответственно, наверняка не до конца оттестированный и, возможно, кривоватый в плане с 3D. Ну, не знаю, сейчас увидим. Что получится, то получится. Блин, загрузки какие долгие. Как будто это, я не знаю, какой-нибудь Кризис 3 или Метро 2035 на 4 гигах оперативки. Игра выше в конце 2008 года. Так долго грузится. Это странно, по-моему. Но, тем не менее. Так, смотрим заставку. Герман Гессер. В юге метель. Мы, похоже, где-то на полярном полюсе. Жили на земле в старину одни люди. Непроходимые леса окружались с трех сторон таборы этих людей. С четвертой была Стив. Были это веселые, сильные и смелые люди. И вот пришла однажды тяжелая пора. Явились откуда-то иные племена и прогнали прежних вглубь леса. Там были болота и тьма, потому что лес был старый, и так густо переплелись его ветви, что сквозь них не видать было небо. И лучи солнца едва могли пробить себе дорогу до болот сквозь густую листву. Но когда его лучи падали на воду болот, то подымался смрад, и от него люди гибли один за другим. Нужно было уйти из этого леса. И для того были две дороги. Одна назад. Там были сильные и злые враги. Другая вперед. Там стояли великаны деревья, плотно обняв друг друга могучими ветвями, опустив узловатые корни глубоко в цепки и в болото. Это были все-таки сильные люди. И могли бы они пойти биться насмерть с теми, что однажды победили их. Но они не могли умереть в боях, потому что у них были заветы. И, коли бы умерли они, то пропали б с ними и жизни, и заветы. И потому они сидели и думали в длинные ночи под глухой шум леса в ядовитом смраде болота. Они сидели, а тени от костров прыгали вокруг них в безмолвной пляске. И всем казалось, что это не тени пляжа, а торжествуют злые духи леса и болота. Довольно-таки, ну, неотличные. По крайней мере, очень хорошие озвучки, я бы сказал. Так, и что, мы начинаем, похоже? Так, надо усесться на своем корявом кресле. Оно уже разваливается, начинаем, бля. Подо мной таким тяжелым. Пора менять, похоже. Так, ну ладно. Что это, где это мы? В каком-то трюме, что ли? Там у нас пурга метель. Ладно. Напоминает мне, кстати говоря, этот момент уровень на замерзшем корабле из Black Ops, последнего Call of Duty. Так, мы открыли люк. Какие-то странные тормоза. Блин, ну, отечественный проект, он есть отечественный. Это, блин, всегда означает херовую оптимизацию. На этом компьютере кризис DirectX1 с режиме, с Хария с текстурами, паком установленным, гораздо быстрее грузился и гораздо более плавно работал. Хорошо, тут у нас сосульки, мы куда-то спускаемся. Мы похожи на корабли таки. Это что такое? Рацик, как я считаю. А, фонарик, наверное, да? Да-да-да, фонарик. Выключается клавиша F. Хорошо, но мне пока и так все видно. А тут уже нет. Ну, графика, я могу сказать, графика хорошая. Напоминает чем-то Metro 2033. Тоже очень технологичное. Тоже очень прожорливое. Так. Да, мы явно... Как тут все так замерзло? Это сколько тут надо пробыть во льдах? Кто я вообще? Где я? Что происходит? Газовые баллоны. Ладно. Это какого хера? Это что это такое? Я не понял. Эээ... Ну, скажем, ладно. Блин, тут же только что было... Какого хера происходит? Можно бегать, удерживая кнопку левый shift. Но внимательно... Хорошо, понятно. У нас есть бег. Но у нас, кстати говоря, нет оружия. Так, а тут интересно, батарейки сажаются как-нибудь нет? Или какой-нибудь инвентарь? Ну, похоже, нет. Твою мать, ты откуда взялся? Может, я... А, да, все понятно. Здесь лед начал раскалываться, да? О, блин. О, блин. О, блин. Ну, прикольно сделано. Только я не понимаю, что происходит, конечно, но... Мы что, их воспоминания видим? Или вроде это один человек был? Так, теперь мы на этой стороне оказались. Ну, ладно. Окей. Сейчас вы еще слишком слабы, чтобы долго бегать. Хорошо. Очень хороший звук в игре, могу сказать. То есть, его позиционирование на системах с объемным звуком просто сказка. Да, отличные текстуры. Ладненько. Открывай. Еще понять, что мы, где мы. И почему двери сами собой закрываются. Типа физика. Что такое? А, мы, похоже, видим все одно и то же событие, но... Все дальше и дальше заходим в прошлое. То есть, сначала мы вот так ехали, потом там стояли, вторая сценка, а потом самый первый, как мы уже упали вниз. Вместе с этой люлькой, на которой мы едем. Да, мы где-то в полярных льдах, похоже. Сирена. Сирена. Да, обалдеть. Огромный. Огромный, закованный во льды ледокол. Так, нам, видимо, надо спускаться. И тут еще один, да? Ну, по крайней мере, с графической точки зрения, все довольно-таки красиво, надо сказать. Особенно, блин, да что-то, какого хера, ну что ж так, что за кислотные, блин, спецэффекты? Особенно красиво для 2008 года. Бобик. Ладно. Это что, у меня управляемый флэшбэк такой, что ли? Ну, что за исток? Младшему научному сотруднику Северной полярной станции Полюс 21, Александру Нестерову, прибыть 27 марта 1981 года в точку с координатами 86 градусов 21 минута северной широты, 74 градуса 57 минут восточной долготы для поднятия набор атомного ледокола «Северный ветер». Северный ветер. Атомный ледокол. Обалдеть. Восемьдесят первый год. Или, по крайней мере, на тот момент был восемьдесят первый. Или, может, я этот Нестеров? Это восемьдесят первый год, и я прибыл на ледокол. Без понятия пока. Сейчас, Бобик, сейчас все будет. Не беспокойся. Ты куда делся? Бобик, Бобик, иди сюда. Блин, какая вьюга, ни хрена не видно. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Интересно, я замерзнуть не могу случаем? Пёсик, пёсик. Хе-хе, да. Просто жопа какая-то. Собаки, выручайте меня. Выручайте. Бобик, иди сюда. Чё-то убегаешь от меня всё время. А это что за рисунок такой? Типа спутник? Блин, куда я иду вообще? Где я, чё я? Ой, ой, ой. Так. Ага. Ага. Понятно. Видимо, вот так я тут оказался. Да-да-да-да, всё понятно. Блин, ну спецэффекты, конечно, кислотные. Но, тем не менее, понятно, как мы тут оказались. Ещё я буду знать, куда делись собаки. Скорее всего, замёрзли насмерть. Потому что в такой юге долго люди не живут. Так, чё мне делать? Я же сверху пришёл оттуда. Видимо, мне ещё ниже надо прыгать. Ой, ой, тихо. Это что такое? Какая-то банка. Хренась тут банка понаставлена. Здесь, похоже, кто-то ночевал, да? Вон матрасы. Короче, понятно. Пока что тихо. Знаешь, что такое? Ещё один труп. Давайте потрогаем его. А, нет, он задеревенел. Настолько замёрз. Хорошо, мы запустили какой-то движок. И у нас почему-то слева внизу начинает плаушаться. Интересно, что бы это значило. Годить. Да что я делаю? И что это внизу набирается такое? Это я тепло, что ли, набираю? Руки типа грею. Ну ладно. Хорошо. Так, лопату я не могу взять. Блин, почему в каждой игре мне дают лопату, но я не могу её взять? Песок. Песок. Блин, отлично, что игра полностью русская. То есть, и главный герой тоже русскоговорящий. Всё это хорошо. Люблю отечественный проект. Так, и что мне теперь? Что мне делать? Ой. Блин, ну только не надо само по себе открываться, пожалуйста. Ой, блин, а как у меня всё резко по этот... Унижается. Блин. Унижается. Ну, в принципе, ладно. Я думаю, на этом мы завершим первую часть нашего прохождения анабиоза. Увидимся в следующих частях. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok